Покемоши Лайф В предыдущем ролике мы дивились на парики, начиная с Ерь, выпуска 19 века и заканчивая П-36 1954 года. А сейчас пришло время познакомиться с электро- и дизельными локами, которые, как по нам, еще интереснее. И вновь вы увидите поезда, снятые с двух каморок. И самое главное, услышите кое-что малоизвестное о них. Спасибо Юрику, Ивану и Матвею за предоставленные материалы. И еще. В прошлом ролике, когда мы делали опрос, ваши голоса распределились так. Самый популярный паровоз с большим отрывом – П-36 «Генерал». Второй – Федя, он же ФД-20. И на третьем месте в таблице сразу трое – Ерь, 9П и Овечка. Спасибо всем, принявшим участие в составлении рейтинга. Давайте сделаем то же самое уже для этого фильма. Выберите поездок, который вам понравился больше всего, и напишите его серию в комментах. Спасибо заранее. Все, поехали. Та-дам! Итак, ВЛ-22М-1894. Грузовой электровоз постоянного тока еще до космической эры. Выпуска 1958 года. Построенный Новочеркасским заводом. Большую часть жизни машина пахала, как папа Карл Сантана на МЖД. А с 1992 года прописалась в Щербинке. Наш герой не всегда был синим. Как минимум до начала 2000-х имел зеленый окрас. Впрочем, во времена МПС ВЛ-22М уже красили в оба цвета. В зависимости от выполняемой работы. Грузовые зеленки, пассажирские, синюги. Машина так называемой «сурамской серии», которая берет начало еще от американских прототипов с архаичной ходовкой, мурсковыми тележками и буксами скольжения. Из-за них некоторые фермеры называли аппараты муфлонами. По кабине аппарат тоже оставляет желать, но как же лампово. Однако, несмотря и вопреки, около 11 таких электровозов продолжают трудиться в Челябинске и не только. Плюс наша машина единственная действующая выставочная. Что интересно, польские товарищи на основе электричественной схемы ВЛ-22М в 1957 году запилили свой электровоз. SR3 1668 электросекция. Еще один лютый раритет 1957 года выпуска. Друзья мои, это такая ламповая вещь, что у нас просто нет слов. А фишка заключается в следующем. После передачи в 1997 году в Щербу, в начале 2000-х электросекцию отреставрировали. И она натурально катала пассажиров по кольцу. Но с 2009 года стояла мертвой на приколе. Мы наблюдали ее в 19-м году, когда уже было известно, что тягу и двигатели моторного вагона йог. И шо вы себе думаете? В 21-м году добрые фермеры решили таки восстановить нашего Хироу. Для этого пришлось позаимствовать Теды от еще одной музейной секции 1775, стоящей в Московском музее. Перекатка КМБ и все такое. И вот машина ожила. А вы знаете, молодой человек, какой у нее салон? Вот, прошу вас. Интересно, что проходы у SR3 шире, чем у последующих эрок, за счет более узких сидух. Сохранились аутентичные крючки для верхней одежды, полочки и ручки на сиденьях. Эх, молодость, молодость. Еще из интересного. На этих электросекциях двери были не автоматическими. Пассажир мог циркулировать, когда захочет. Более того, каждый вагон был оборудован кабиной машиниста. Даже моторный, который в середине. На SR3 схема позволяла использовать только один пантограф из двух. Для равномерного износа обоих пантографов по нечетным числам работали на первом роге, а по четным на втором. Машина имела клички Матане, Камбала и даже Коломбина. Походу, поклонники творчества Антуану Латто. ВЛ-8 1642, ретро номер 3, выпуска 1967 года. Золотое время рок-музыки. Вот, к примеру, Пинк Флойд, свой Piper and the Gates of Down. Гениально. А ведь были еще и The Doors, The Beatles, Jefferson Aeroplane, The Grateful Dead со своими шедеврами 67-го. В такой атмосфере и ковался этот электровоз. Уважаемая машина, причем это первый двухсекционный электровоз СССР. Первый, у которого отсутствовали переходные площадки, не считая ПБшку. И самый мощный в стране, вплоть до 1961 года. Лок строили два завода, Новочеркасский и Тбилисский. Есть мнение, что в качестве отправной точки при создании ВЛ-8 был взят американский Литл Джой. Может, да, а может и нет. В настоящее время эта «восьмерка» единственная, сохранившаяся на ходу в РЖД. Зато их достаточно в Украине. Тамошние пилоты водят машины по стальным путям вот уже более полувека. Т-3 55-24. Вот уж легенда так легенда. Фактически символ железных дорог Союза на многие десятилетия основной грузовой тепловоз. Неудивительно, ведь выпускался аппарат на протяжении 20 лет с 1953 по 1973 года тремя заводами. Всего свет увидели 6797 тепловозов. И если мы сцепим их вместе, то получим вереницу длиной 230 километров ЕМЭН. Наш герой из поздней партии, 65-го года выпуска. И, наконец-то, ему нанесли на морду желтую галочку. Сам тепловоз в некотором роде тоже немного американец. Во всяком случае, прототипом силовой установки ему послужил судовой дизель фирмы «Файрбэнкс Морзе» разработки еще 30-х годов 20-го века. Спорное решение, поскольку специфика работы корабельных и тепловозных дизелей все же отличается. Потом добрые люди немного прокачали силовой агрегат, установив на него турбокомпрессор. Ох, и мучились с ним позже ремонтники. Конечно, лог чертовски устарел уже к 70-м годам. Но простота конструкции и надежность – вот козырные карты машины. В работе Т-3 кое-где можно видеть и сейчас. Почему-то в некоторых депо Т-3 называли «Тереза», а на «БАМе» – «Господин Дракон». Ну как здоровье? Очень. Хорошее. Здоровье сейчас очень хорошее. Жаль. ВЛ-60К-1605 – это по-нашему. Наконец-то электровоз-переменник, да еще тот, на котором даже удалось поездить. Более того, это первый крупносерийный переменник СССР. Вдвойне радостно, что электровоз после почти четырехлетнего отстой на базе запаса все же реанимирован и поставлен на ход. А ведь машине сейчас 57 лет. Выпустили ее в 64-м году. Так окрашивались буйские электровозы Северной железной дороги. Элегантно и красиво. Стоит отметить, что ВЛ-60, так же как и Т-3, такой же символ МПС тех ударных пятилеток. Основной грузовой электровоз на 25 кВт. Хороши ли машины? Сейчас однозначно хороши. В силу редкости и ламповости. А тогда, ну, такой себе. Тележки с трещинами в раме, склонность к боксованию, компрессора над ухом. Узнаем полную длину всех шестидесяток. Так, построено всего 2618 локов. Умножаем на длину 20800 миллиметров. Получаем вереницу длиной 54 километра. Тоже норм. Тут-Туру-Ту ЧС-4 226. Самый красивый и футуристичный электровоз на шоу. Друзья мои, это единственная действующая машина в оригинальном кузове во всем мире. В России в таком кузове сохраняются всего 3 электровоза. 226, 031 и 140. Состояние, как говорится, на фото. Украинские ЧС-4 успешно работают, но все же они уже кастом. Поэтому смотрим и восхищаемся. Если, джентльмен, интересно, на нашем канале есть подробный ролик про эту серию. Ссылка в конце этого видео. Из особенностей ЧС-4 перечислим пластиковый кузов, изначальный окрас под металлик, прогрессивную кабину машиниста и отличную ходовку. По мнению ряда художников, аппарат получился лучшим по дизайну среди всех пассажирских электровозов в мире. А прозвище Четверок Аквариум не путать с Борис Борисовичем. Как говорили челики из группы ВХУ, who's next? А вот кто. Еще один Чех, на этот раз, ЧС-200-004. Просто пушка, с которой дискотечные кудесники завода Шкода превзошли сами себя. Хлядите, конструктивная скорость машины 220 километров в год, при том, что разработка 1974 года, а мощность ТЭД 1050 киловатт. И это просим заметить коллекторник. Для сравнения, как бы современный 2С5К имеет мощность одного двигателя всего 820 киловатт. В принципе, смотри, можно же 4 секции объединить, и получится самый мощный электровоз. А, блин, это уже было. Пожалуй, лучше вернемся к нашему герою. Электровоз был оборудован даже круиз-контролем. Пилот нажимал кнопку с нужной скоростью, и чудо-поезд сам ее поддерживал при движении. А вы знали, что в 2006 году на испытаниях ЧС-200 удалось разогнать до 262 километров в час? Просто шедевр. Да куча лок потрясающе крепкий. Вот уже 40 лет продолжает водить скоростные и не только поезда. Мы очень рады, что на этом экспо, в отличие от предыдущего, организаторы все же нашли возможность представить две чехословацкие машины. У-у-у, 3С5К-1217. Пошли современные локи. Этот аппарат Новочеркасский уже 2000-х годов, призванный заменить устаревший ВЛ-80. Удобнее ли стал электровоз? Вроде как да. Во всяком случае, кабина более комфортная. Но, как отзываются локомотивные бригады, те же 80-ки, несмотря на меньшую мощность и ступенчатое регулирование напряжения, в гору тянут устойчивее. Да и просто подкатить под новинку тележку спроектированную в начале 60-х, пусть и с небольшими изменениями. Такое себе. Что там дальше? Еще один 3С5К с номером 1216. Фичей тут является движение электровоза без машиниста, как говорится, ономеханизмус. Вот, подивитесь в кабину, увидите сами. «Слушайте, вот о чем говорил Влад в известном кино». «Да нет, там никого, Леш, нету, понимаешь, и быть не может, там пусто, пусто, там пусто!» Друзья, товарищи, те, кто в курсе, а как вам в работе Ермаки? Лучше ли восьмидесяток или нет? Напишите, пожалуйста. Завершал Экспо-2021 электропоезд Ласта С2Г-136 и тоже на автоведении. А и до чего же техническая техника дошла? Мадам восхищений! Сама Ласта создана на основе платформы немецкого «Семенсда Зира». Ныне производится по лицензии заводом «Уральские локомотивы» в России. Первый поезд увидел свет в 2011 году, а сейчас уже выпущено около 250 составов. Локомотивщики отзываются о «Ласточке» вполне благосклонно. Ну, раз так, то давайте завершать на этой мистичной ноте и наш скромный ролик. Еще раз напоминаем о предложении составить наш рейтинг поездов этой части шоу. Напишите, какой из них вам понравился больше всего. Итоги в следующем видосике. Оценивайте наши каракули лайком или дизом, подписывайтесь на канал инсту, группу в ВК, заход-то на стримы. Всем еще раз спасибо за просмотр, всем удачи и до новых видео. Субтитры подогнал «Симон»!